В декабре прошлого года вышло в свет новое, 5-е издание классификации ВОЗ мочеполового тракта и органов мужской половой системы. Когда смотришь на то, как часто стали выходить новые издания, мне, честно говоря, охватывает ужас. Посмотрите, от первого издания 1973 года до 2004 прошел 31 год, а от 2004 до 2005 — 6 лет. За эти 6 лет сначала морфологи должны адаптироваться к новой классификации, потом к ней должны привыкнуть клиницисты, ее оценить, и уже выходит новая классификация. Но утешает только одно, что изменения не столь радикальные, и, в общем-то, привыкнуть к ним можно. По-прежнему в пятом издании разный подход к неинвазивному и инвазивному раку мочевого пузыря. Неинвазивные папиллярные опухоли. В отношении к ним сохраняется трехуровневая морфологическая классификация. Все еще остается папиллярный опухоль низкого злокачественного потенциала и папиллярно-уротелиальный рак, к которому сохраняется бинарный подход. Это папиллярный уротелиальный рак низкой степени злокачественности и высокой степени. Такой подход отражает два основных молекулярных пути эволюции уротелиальных опухолей, в частности карцином. Ну а диагностика их основана на архитектурных и цитологических нарушениях. А вот уротелиальная папиллома стоит несколько отдельно. Уже известно, что в первую очередь формирование уротелиальной папилломы обусловлено активацией пути РАС-ЯРК, а также почти во всех папилломах обнаруживают анкоденные мутации ЭЧ-РАС и КЕРАС. Если там есть анкоденные мутации, почему же это доброкачественное образование? Одно из объяснений, которое нам предлагается, это то, что в папилломах отсутствуют другие сосуществующие мутации, которые характерны для папиллярного рака низкой степени злокачественности. Но в связи с папилломой сформирована новая проблема. Все поняли, что это действительно проблема у пациентов, у которых ранее в анамнезе был папиллярный уротелиальный рак низкой степени злокачественности. И когда морфолог видит уротелиальную папиллому у такого пациента, встает вопрос, это что? Это рецидив рака или это действительно новая клональная опухоль, не связанная с раком и является доброкачественной папилломой? В таком случае морфологически решить вопрос достаточно затруднительно. И тут могла бы как раз помочь молекулярное моделирование. Папиллярная уротелиальная карцинома низкой степени злокачественности. Это такой очень спорный объект. О нем спорили до включения в классификацию ВОЗ, спорили сразу же после включения. И вот с 2016 года до сих пор спорят. Но пока еще в пятом издании ее оставили. А о чем спор? Если мы посмотрим на клинические поведения этих опухолей, то оказывается, что рецидив возникает примерно чуть реже, чем при популярном уротелиальном раке низкой степени злокачественности. Прогрессирование по степени злокачественности в 11% случаев стадии. Понимаете, опухоль, которую мы не считаем раком, становится инвазивной. Как такое может быть? И выживаемость от 93%, то есть 7% умирают от, казалось бы, доброкачественного образования. Вот поэтому-то и ставится под сомнение право на существование ее. А дальше следующая коллизия. Вроде бы как это не рак, опухоль низкого злокачественного потенциала, но в обеих системах. И GCC, и ВОЗ, мы обязаны стадировать ее как рак. Это всегда будет, соответственно, ПТА-стадия. Патогены с этой опухоли не столь хорошо изучены, но известно, что могут быть мутации промоторатерд и ФГФР, как при уротелиальной карциномии низкой степени злокачественности. В общем, их генетические изменения сходны. Но менее укорочены теломеры, хотя это тоже, в общем-то, для каждого конкретного пациента это не может быть доказательством. Инвертированную папилому мы все с вами знаем давно, она много-много лет назад выделена в отдельную носологию. Это практически всегда полностью инвертированное образование. А вот папиллярная уротелиальная опухоль и уропапиллярный рак, причем как гиской, так и высокой степени злокачественности, признали, что он может быть инвертированным не так давно. Собственно говоря, классификации ВОЗ 2016 года уже об этом стали говорить, а вот классификации ВОЗ 2022 года это уже широко обсуждается. И морфолог, конечно, обязан описать, отметить инвертированный рот хотя бы для того, чтобы объяснить нетипичную цистоскопическую картину. Нутриопухолевая гетерогена связана со степенью злокачественности. На мой взгляд, это более интересный вопрос, потому что признали ее только в 2016 году, об этом стали говорить. А сейчас говорят уже о том, что опухолевая гетерогена встречается до трети папиллярных уротелиальных карцином. А отсюда диагностические проблемы. Как к такой опухоли относиться? В 2016 году не было четких критерий, просто сказали, что такое может быть. А в пятом издании уже дали диагностические критерии. Пороговое значение – это 5%. Если папиллярный рак высокой степени злокачественности занимает более 5%, мы должны отнести его к папиллярному раку высокой степени злокачественности. Однако смешанные опухоли менее агрессивны, чем чистый рак высокой степени злокачественности. Поэтому обязательно это надо отметить. Но отсюда такой вывод. Если треть опухоли имеет гетерогенное такое происхождение, большая часть из них из опухоли низкой степени злокачественности переходит в опухоли высокой степени злокачественности. Получается такая вот миграция. И у нас теперь окажется, что, если мы будем следовать этому правилу, что, наверное, уже половина или если не большая часть окажется опухолью высокой степени злокачественности. В новом издании выделили по типу папиллярного ратериального рака, микропапиллярный, вилоглантулярный. Ну а что касается молекулярных по типов, то да, есть попытки определить молекулярные по типу немышечно-инвазивного рака. На основании экспрессии маркеров раннего или позднего клеточного цикла, а также люминальной экспрессии. Однако какой-то клинической значимости доказано не было, и поэтому Международное общество уропатологов, рабочая группа по молекулярным исследованиям, не рекомендует исследовать это в рутинной практике. Что касается плоских процессов. Карцинома инсиду как была, так и осталось никаких изменений. А вот уротериальная дисплазия, такое редкое состояние, это когда мы видим АТП, но она недостаточно выражена, чтобы мы сказали, что это карцинома инсиду, но ее надо отразить. Она вроде бы как и осталась, но ее перестали выделять как отдельную категорию. Но тем не менее мы имеем право ее ставить. А вот уротериальную гиперплазию полностью исключили. Теперь не считают уникальным явлением. И когда мы видим такую картину, мы обязаны либо сказать, что это либо ранний популярный уротериальный рак низкой степени злокачности, либо это его рецидив. Инвазивный уротериальный рак. Но в первую очередь терминологические вопросы навели порядок в терминологии, как во всех классификациях пятого издания, если мы хотим подчеркнуть какой-то определенный вид опухоли, в частности уротериального рака, мы говорим «подтип». Слово, термин «вариант» использовать нельзя, его относят только к генетическим изменениям. Вот, например, агрессивные подтипы, плазмоцитоидный подтип, микропапиллярный подтип и так далее. В пятом издании большое внимание уделено цитологическому исследованию при раке мочевого пузыря и уже официально рекомендована парижская система цитологических исследований, которая получила широкое распространение. Были уделены вопросы стадированию, в частности при трансуретральной резекции. Да, понятно, что морфолог имеет ряд ограничений, когда оценивает материал трансуретральной резекции. Поэтому вот объединили систему Вайрац и морфологические критерии. И считается, что совместное использование морфологических признаков и результатов Вайрац улучшит стадирование рака мочевого пузыря. Также уделено внимание и наследственным синдромам, при которых встречается рак мочевого пузыря. В частности, синдром Линча. При синдроме Линча часто поражаются верхние мочевыводящие пути. И это третье по частоте злокачественного образования при данном синдроме. Впереди только колоректальный рак и рак эндометрия. Ну и также высокий риск развития непосредственно рака мочевого пузыря. А также синдром Костелла. Это редкое генетическое заболевание, вызываемое мутациями Эйч-РАС. При этом заболевание очень высокий риск развития рака мочевого пузыря, при том он развивается у подростков или у совсем молодых людей. Далее обновления, связанные в основном с достижениями и пониманием молекулярных основ инвазивного рака. И отсюда мы уходим к молекулярным подтипам. Разработано множество разных схем молекулярных подтипов, но среди которых общепризнанно выделяются следующие. Это схема консорциума Cancer Genome Atlas, Лунского университета, онкологического центра Андерсона и университета Северной Каролины. Большинство опухолей по этим системам укладываются в люминальные и базальные подтипы. Чем они отличаются? Люминальные опухоли. У них высокая экспрессия генов, связанная с уротелиальной дифференцировкой, и низкая экспрессия генов, связанная с базальной или плоскоклеточной дифференцировкой. У базально-плоскоклеточных наоборот. По системе Atlas Genome люминальные опухоли далее подразделяются на подтипы на основании воспалительной и стромальной сигнатур. Это люминально-папиллярные, где отсутствуют обе эти сигнатуры. Люминальные имеют стромальную сигнатуру, но низкую воспалительную. И люминально-инфильтрированные. Мы уже понимаем, что это опухоли, которые инфильтрированы лимфоцитами, имеют выраженные стромальные воспалительные признаки. А в системе Лунского университета люминальные подразделяют на основании других принципов на основании экспрессии генов раннего или позднего клеточного цикла и уделяют уротелиоподобные генетически нестабильные. А далее уротелиоподобные еще далее дробятся на ура-А, ура-Б и ура-Ц на основании экспрессии люминальных и базально-клеточных маркеров. Базально-клеточный подтип тоже делится. В системе Университета Северной Каролины их делят на два подтипа. На основании экспрессии клаудина. Это клаудин-низкая экспрессия и базальный, где высокая экспрессия клаудина. А вот в системе Лунского университета опухоли делят по совершенно другому принципу. Они различаются по выраженности воспалительной сигнатуры. Базально-плоскоклеточные инфильтрированные. И просто базально-плоскоклеточные, а также мезинхимально-подобные, в которые высокая экспрессия генов эпистериально-мезинхимального перехода. Собственно говоря, есть уже даже мартеры, иммунодистохимические панели, которые в какой-то степени косвенно помогают предположить какой-то молекулярный подтип. Но хочу особо выделить нейрональный или мелкоклеточный нейронально-подобный подтип. Это небольшая часть опухолей мышечно-инвазивного рака, где отсутствует экспрессия как люминальных, так и базально-плоскоклеточных генов, но при этом выражена экспрессия нейроэндокринных генов. И что самое интересное, эти опухоли морфологически во многих случаях практически ничем не отличаются от обычного уротелиального рака. Таким образом связаны как-то гистологические строения и молекулярные подтипы. Отчасти да. Инвазивный рак мочевого пузыря с плоскоклеточной дифференцировкой, как правило, имеет базально-плоскоклеточный молекулярный подтип. Микропопулярный рак, чаще всего люминальный, может быть генетически нестабильным или уротелиоподобным в зависимости от схем, которые мы применяем к этой опухоли. Гнёжный плазмоцитуидный подтип, рак с железистой дифференцировкой явно являются преимущественно люминальными подтипами. А вот саркоматоидная карцинома вообще может быть любим подтипом. И мезенхимально-подобного подтипа, и уротелиоподобного, и генетически нестабильного, и даже базально-плоскоклеточного. Какое это имеет клиническое значение? Да, каждая схема говорит, что те или иные опухоли имеют лучшую выживаемость или худшую общую выживаемость. Все говорят о том, что опухоли с нейрональной дифференцировкой имеют худшую выживаемость. И также пытаются эти подтипы связать с чувствительностью к неодевантной химиотерапии на основе цисплазины. Так считается, что наибольшую пользу приносят опухолям, которые имеют базальный подтип. Но люминальный подтип, он тоже чувствителен. Часть опухоли чувствительны, часть нет. И выделить, какая из них не будет отвечать на химиотерапию, невозможно. Поэтому, в принципе, опять-таки, рабочая группа Международного общества уропатологов не рекомендует молекулярное тестипирование использовать в рутинной практике, потому что на настоящий момент оно не дает никакой ценной клинической информации. Возможно, это дело будущего. В общем-то, это все практические изменения. Как видите, они не так велики, не так радикальны. В общем, разрешите закончить. Продолжение следует...